Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень беспокоит, что отец не общается с сыном. Со стороны кажется, что он как медит для него. С мужчиной находимся в гостевом браке. Получилось так, что сначала жили на съеме, когда была беременна, но из-за определенных обстоятельств разъехали с подома. Уже как три года он обещает переехать ко мне и сыну, но у него постоянный батон. То найду новую работу, то получу зарплату. Последний раз мне за дело он выдал, что если вдруг у его семьи будут проблемы, он не сможет там жить, он переедет к нам. Живет это с родителями, которые его полностью обеспечивают, так как на работах он больше двух месяцев не держится. Загуливается с друзьями, заболевает и увольняется. Типа у него проблемы со здоровьем. Когда я ушел с последнего места работы, устроиться по знакомству было хорошее место, и его там хвалили. Сказал, что у него плохой иммунитет, пошел, сделал анализ и лаборатория сломалась. По его словам, результаты ждет уже три недели, чтобы лечиться. Ну и так постоянно, что-то не так. Соответственно, мам, он помогает мало, а в основном все на мне. Меня беспокоит его отношение с сыном. Мальчику три года очень активно и плохо разговаривает. Я полностью занимаюсь его здоровьем. Отец и его семья говорят, что я просто прачу деньги. Свои. Они не дали ни рубла. И вообще занимаюсь фигней. У сына действительно проблемы со здоровьем. Это видят все, кроме отца и его семьи. Воспитанием он не занимается. Считают, что ребенка за каждую провинцию надо бить. Что он пытается делать? За двух с половиной лет на какие-то моменты я смотрел нормально. Но потом просто попросил этого не делать и найти себе ровню для рукоприкладства. Я не считаю нормальным бить ребенка, когда можно договориться или его успокоить. Обычно встречи не проходят. Обычно встречи их проходят вместе со мной. Мы забираем ребенка из сада, идем домой. Там он утыкается в телефон, я занимаюсь с ребенком или малыш играет. Иногда он берет его к себе, но там ребенком занимается бабушка с дедушкой. Он идет гулять или ко мне. Чтобы посидел или погулял именно он, такой я помню раза четыре. Когда сын был совсем маленький, то он с ним и своими друзьями гулял. Ставил где-нибудь коляску, а сам пил пиво и общался. Когда ребенок пошел, это прекратилось. Он с ним играет очень редко, только если я попрощу. Много раз спрашивал, нужен ли ему сын, на что получал ответ. Да, он его очень любит. Не знаю, что делать в этой ситуации, как сделать, чтобы он уделял внимание сыну. Нет, ему 30, мне 33. Интересный вопрос. Дело в том, что, на мой взгляд, здесь присутствует ряд проблем. В частности, то, что вы производите впечатление анонимно. С одной стороны, человека, который склонен к гиперопеке. Слабое здоровье ребенка – это следствие гиперопеки. Это, по сути, привлечение внимания. Такое, подсознательно. Никто не спорит, что у ребенка действительно есть трудности со здоровьем. Они у него могут быть. И, скорее всего, они у него есть. Но речь идет больше о том, здесь, как вы на это реагируете. То есть, гиперопека, в общем и целом, подкрепляет истерическую модель поведения. Где ребенок увидит выгоду в том, чтобы болеть. У меня складывается такое ощущение, такое впечатление, что вы – это именно такая гиперопекающая мама. Причем не только для своего ребенка, но и для своего мужа. Ваш муж – человек, судя по всему, достаточно инфантильный. И ему вообще-то нет смысла к вам переезжать. Ну, когда он получает все от вас и так. Ну, нет, незачем ему это делать. Нет, нет никакого смысла ему к вам переезжать. Вы говорите о том, что так вышло, что вы живете гостевым браком. Понимаете, как бы вы, безусловно, можете жить гостевым браком. Тут никаких проблем нет. Но вы, как мне кажется, не видите того, каким образом это для вас стало возможным. Да? То есть вы не видите в этом, как бы, своей ответственности, своего выбора. Вот. И вы, как будто бы, ведете себя так, как будто вы не в гостевом браке находитесь. А вы ведете себя так, как будто, ну, брак у вас вполне себе, ну, традиционный. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы, как будто бы, не доверяете себе. То есть, вроде бы, вроде бы вы говорите, что бить ребенка не нормально. Но в то же время вы говорите сами, что до двух лет вы на это смотрели нормально. То есть, что изменилось? Если у вас изначально была такая позиция, ну, логично было бы ее, наверное, и продвигать эту позицию, вот, ну, в таком ключе. Если у вас другая позиция, то, на мой взгляд, не совсем очевидно, что ее поменял. Вы здесь описываете ситуацию, по сути дела, не какого-то негативного поведения мужчины, оно может быть как ему угодно, а попустительское отношение к себе, к своей позиции, к своим интересам. И поведение такого, по большому счету, родителя, который хочет поменять своего партнера. То есть, иными словами, поменять мужчину. Это то, чего вы хотите, вы говорите, как сделать так, чтобы он, вот, общался с ребенком, выделял ему внимание. Но тогда важный момент заключается в том, зачем, зачем ему это делать? Для чего ему это делать? Вот, на это нужно обратить вам внимание. Вот просто задайте себе вопрос, зачем? Зачем ему, зачем ему уделять внимание рыбинку? Следующий важный момент. Ну, помимо того, что у вас что-то получается, да, то есть, как будто вот, само собой, то есть, вы говорите, что по разным обстоятельствам мы переехали там домой, ну, в разные дома, так получилось, что мы живем в гостевом браке и так далее. То есть, здесь, это все моменты, которые вы пропускаете. Как будто бы здесь от вас мало что зависит. Хотя, на самом деле, зависит от вас, в общем и целом, всё. То, как вы выстраиваете отношения, то, как вы ведете себя и так далее. Даже поведение мужчины – отражение вашего поведения. Если вы ведете себя, как родитель, то и человек будет вести себя, как ребенок. Потому что ему негде разместиться более взрослой позицию. Следующий момент. Мужчина, ваш мужчина, ну, как я уже сказал, да, достаточно инфантилен. Инфантильность предполагает некоторое совпадение по модели поведения с ребенком. Понимаете, да? То есть, как бы, он видит схожесть свою с ребенком. Ему это не нравится. Что, как бы, нормально. Что, как бы, естественно в данном случае. И на это нужно обратить вам свое внимание. Что до тех пор, пока ваш партнер ведет себя так, как он ведет, ему не очень будет приятно общаться с ребенком. Ну и что, ребенок похож на него. В целом, мне кажется, что ваша основная задача здесь – работать с теми, ну, проблемами, которые я описал. Изменив свою модель поведения, вы сможете увидеть, может ли мужчина, ну, вот ваш мужчина, да, может ли он проявлять, так скажем, себя как отец или нет. Вы говорите о том, что он вам не помогает. И у меня здесь, к вам, у меня здесь к вам, снова вопрос, чего вас ждали. Понимаете, такое ощущение, что вы как будто бы все время ждете чего-то от своего мужчины, и он каждый раз не оправдывает ваши надежды, ваши ожидания. Такое не оправдывает. Вы спросите себя, принимаете ли вы своего мужчину полностью? Может быть, отчасти по этой причине человек и не принимает ребенка. Ну, понимаете ли, отношение к ребенку у мужчины часто связано именно с тем, именно с тем, как он относится к женщине. Это можно считать чем-то плохим. Можно считать это чем-то ужасным, но это реальность. И вот, как бы ваша задача заключается в том, чтобы свою модель поведения сменить и начать вести себя все-таки как женщина, а не как родитель. Если сейчас вы тянете на себя, как вы говорите, все это повторюсь, у мужчины нет никакого смысла заниматься, словно говоря, ребенку. Нужно ли внимание мальчику со стороны отца? Да. Можно ли этого требовать от отца? Нет. Это ваша ответственность. Того, кого вы выбрали себе в партнеры. Это ваша ответственность, с кем вы связываете свою жизнь и от кого вы беременеете. Да, может быть, это прозвучит жестоко сейчас. Но по-прежнему у меня есть такое ощущение, что вы не совсем понимаете, кто перед вами. Вы не совсем понимаете, кто рядом с вами находится. Что это за человек? Вы все время ждете, что он будет другим. А он все не меняется и не изменится, возможно. Потому что его все устраивает. И вот ваш вопрос, как сделать так, чтобы он уделял внимание сыну. Это вопрос про другого. То есть, это вопрос именно про мужчину. Мы не знаем его. Мужчину в смысле. Более того, мы не знаем даже вас. Как мы можем сказать, как сделать так. Не все родители проникаются позитивными чувствами к своим детям. Не у всех родителей это получается. И может быть, мужчина ваш именно такой. А вы говорите о том, что я спрашиваю его, любит ли он ребенок, нужен ли ему ребенок. А вы понимаете? Понимаете? То есть, вы ждете от человека какой-то информации. Вы не доверяете себе сами. Вы ждете от человека какой-то обратной связи. И вот это, на мой взгляд, основная беда. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд и по моему мнению, вам нужно корректировать свое собственное поведение. Свою собственную мобиль поведенческую. И тогда уже вы получите реальный шанс что-то изменить. Отдельным пунктом здесь идет момент, связанный с тем, что мужчины плохо реагируют и чем более инфантильные, тем хуже они реагируют. На то, когда их дети испытывают проблемы со здоровьем. У мужчины возникает ощущение, что с ребенком что-то не так, значит с ним что-то тоже не так. И он, в общем, старается от этого отстранить. Это тоже нужно учитывать. То есть, нужно учитывать какой уровень личностного развития вашего мужчины. И, на мой взгляд, я не вижу в гостевом браке ничего плохого. Но, на мой взгляд, гостевой брак означает то, что люди еще не готовы к серьезным отношениям, не готовы к семье. Это неплохо. Просто не готовы. Ну вот. Почему вас не смущает то, как мужчины работают? Почему вас не смущает то, что он, по сути, живет на попрещении родителей и не готов от них, ну, как-то вот, ну, отдалиться, отстраниться, жить отдельно и так далее? Вас не смущает эти вещи, вы этого не замечаете. Так же, как вы не замечаете, когда пропускаете свой выбор. И при этом, при этом вы нуждаетесь в информации другого человека. Не случайно. Вы не привыкли слушать себя. В этом, на мой взгляд, и заключается основная ваша проблематика. И с этим, с тем, чтобы научить вас себе доверять, научить вас себя слушать, вам может помочь психолог. А не с тем, чтобы заставить другого человека делать то, что вы хотите. Это невозможно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего доброго и удачи. Я настоятельно рекомендую вам начать психотерапию. Если не для себя, то хотя бы для ребенка. Потому что ребенок страдает. Он страдает и от взаимодействия с вами, где проявляется, возможно, гиперопека. Вот. Кстати, а что за проблемы у него со здоровьем? Какого рода проблемы? Вот. А, то есть, как бы активность, ну, активность это не является показателем серьезных проблем со здоровьем. Вот. Ребенок страдает и от вашего, и от взаимодействия с вами, к сожалению. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращаться за помощью вам она необходима. Необходимо.